Всем привет! Это Ирина Якутенко. Я биолог и научный журналист. У себя на канале я рассказываю о происходящих в мире событиях с научной точки зрения. И очень часто такой подход заставляет радикально иначе взглянуть на привычные вещи. Потому что, разбирая события с научной точки зрения, мы можем добраться до их истинных причин. А только понимание причин позволяет нам направленно влиять на события. И сегодня мы поговорим как раз об этом. О направленном влиянии на поведение людей, которое не просто изменяло это поведение, но так, что сами люди этого влияния не замечали и пребывали в уверенности, что это они сами делают что-то, меняют свою точку зрения или даже усваивают новые ценности. И начнем мы этот рассказ с далекого 1929 года. 31 марта, в прохладный, но солнечный день, в Нью-Йорке проходило традиционное пасхальное шествие. Празднично одетые люди, улыбки, смех, болтовня, ощущение праздника и весны. Но в этот раз в шествии было кое-что необычное. Даже более того, возмутительное. Среди веселых горожан шла группа молодых, хорошо одетых женщин, которые курили сигареты. Одну за одной. Неслыханно. В 1929 году курение среди женщин было, мягко говоря, не принято. Курящая на публике женщина ассоциировалась с чем-то предусудительным. Сигареты можно было представить в руках разве что сутенерши или проституток. Но тут сигаретами шли вполне себе приличные молодые дамы. Более того, среди них были известные личности. Например, журналистка, активистка и борец за права женщин Рут Хейл. И она не просто курила. Она призывала новых участниц, объясняя, что курение – символ женской эмансипации. Что женщины имеют такое же право курить, как и мужчины. Организатором шествия была еще одна молодая девушка по имени Берта Хант. До этого неизвестная в феминистских кругах. Тем не менее, это именно она разослала нескольким женщинам телеграммы с призывом поучаствовать в пасхальном шествии. Первые строчки телеграмм гласили «В интересах равенства полов и для того, чтобы побороть еще одно гендерное табу, я и другие молодые женщины зажгут еще один факел свободы. Мы будем курить сигареты, проходя по пятой авеню в пасхальное воскресенье». Когда журналист газеты New York World подошел к Хант и спросил ее, как зародилась идея запустить такую необычную компанию, она рассказала, что как-то шла по улице со своим знакомым, и он попросил ее затушить сигарету, так как она, то есть сигарета, его смущала. «Я обсудила произошедшее со своими друзьями, и мы решили, что настало время, наконец, что-то сделать с этой ситуацией», рассказала Хант. Репортажи об удивительной акции и фотографии с нее широко разошлись в прессе, а поступки женщин написала даже знаменитая The New York Times. Огласка породила дискуссии о правах женщин и фемдвижений в принципе, а также привела к росту продаж сигарет, потому что женщины, до этого в принципе редко курившие, стали гораздо активнее покупать сигареты и курить их на публике. И именно этот результат и был истинной целью акции на пасхальное воскресенье, потому что настоящим организатором женского марша, или даже демарша, была вовсе не Берта Хант, и даже в принципе не женщина. Автором мероприятия был Эдвард Бернейс, племянник Зигмунда Фрейда, психолог, журналист и отец современного маркетинга и пиара. Берта Хант была его секретаршей. Бернейс одним из первых придумал основывать рекламу не на технических характеристиках товаров, как делали до него, а на особенностях работы нашего мышления. Свои идеи и приемы он во многом черпал из работ своего знаменитого дяди, но также консультировался и с другими специалистами по закоулкам человеческого разума. Например, словосочетание «факел свободы» Бернейсу подсказал психиатр по фамилии Брилл. Некоторые женщины рассматривают сигареты как символ свободы. Курение является сублимацией орального эротизма. Держание сигареты во рту стимулирует оральную зону. Совершенно нормально, что женщины хотят курить сигареты, сказал Бернейсу Брилл, когда тот обратился к нему за советом. Это было, конечно, интересно, но все же не то. С другой стороны, продолжал Брилл, сегодня эмансипация женщин подавила многие из их женственных желаний. Теперь больше женщин выполняют ту же работу, что и мужчины. Многие женщины не имеют детей, а те, кто имеют, рожают их меньше. Женственные черты скрываются. Сигареты, которые ассоциируются с мужчинами, становятся этакими «факелами свободы». А вот это уже было что-то. Из сублимации орального эротизма невозможно было сделать годный слоган. Более того, это звучало несколько оскорбительно. А вот «факел свободы» – то, что надо. Идея сработала. Благодаря хорошо продуманной компании, отличным фотографиям, о которых Бернейс, разумеется, позаботился отдельно, и яркому слогану «сигареты перестали быть просто товаром». Они начали ассоциироваться с большой и важной идеей, гендерным равенством и борьбой с женщин за свои права. Более того, Бернейс умудрился сделать сигареты одним из символов этой борьбы. Когда я в 10 классе окончательно решила, что буду поступать на биофак МГУ, стало ясно, что мне понадобятся репетиторы. С математикой после физмат-класса у меня проблем не было, а вот биология и особенно химия требовали дополнительных занятий. В те годы для поступления в МГУ нужно было сдавать письменные экзамены по всем этим предметам. Дело происходило в начале нулевых, и основным способом поиска репетиторов было сарафанное радио. Это был, мягко говоря, не слишком удобный способ, причем не только для родителей, но и для самих преподавателей. Выбор ограничивался теми контактами, которые были у ваших знакомых и знакомых ваших знакомых. Так что по факту часто приходилось соглашаться заниматься не с тем, кто понравился, а с тем, чей контакт удалось найти. Сегодня, к счастью, ситуация радикально изменилась, и выбирать репетиторов можно, например, из более чем 700 тысяч кандидатов на онлайн-сервисе профи. Преподаватели предлагают занятия по более чем тысяче различных предметов и дисциплин. Подтянуть русский или математику, подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ или вступительным вуз и не только. Причем это люди со всей России, так что можно найти репетитора именно в вашем городе и даже в вашем районе. Если же вам удобнее заниматься онлайн, нужно просто указать это в задаче, и сервис подберет кандидатов, проводящих дистанционные занятия. Вообще, взаимодействовать с сервисом очень удобно. Вы отвечаете на несколько базовых вопросов. По какому предмету вам нужен репетитор, для чего, например, подготовиться к ЕГЭ, в какое время, как и где вы хотите заниматься, в ваш ценовой диапазон и размещаете заказ. Дальше специалисты, подходящие под ваши критерии, сами напишут вам, а вам останется лишь выбрать того, кто больше нравится, ориентируясь на рейтинг и на отзывы, оставленные теми, кто уже работал с этим человеком. Можно найти как недорогого, но классного студента, так и преподавателя из ведущих вузов. Разумеется, можно искать репетитора не только для своего ребенка, но и для себя. А может быть, вы давно мечтали выучить иностранный язык, или освоить игру на гитаре, или вам нужна помощница по хозяйству, или бухгалтер для помощи с отчетностью, или веб-дизайнер для того, чтобы улучшить ваш сайт. На профи более 2,5 миллионов специалистов в самых разных областях, готовых помочь вам осуществить задуманное. А если вы сами такой специалист, то скачивайте приложение «Профи» для специалистов и получайте новые заказы и клиентов. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который вы сейчас видите на экране, и подбирайте того специалиста, который подойдет именно вам, без лишних нервов и головной боли. И пускай ваши дела исполняются с профи. Права женщин Бернейса особенно не интересовали. Как не слишком они интересовали его жену и постоянную партнершу по бизнесу Дорис Флейшман. Задачей Бернейса было повысить продажи сигарет среди женщин. И заказчиком банкета был никто иной, как глава табачной компании Американ Табака Джордж Вашингтон Хилл. «Факелы свободы» были не первой работой Бернейса на Ниве приобщения с женщин к табаку. Несколькими годами ранее он сдвинул продажи сигарет женщинам с мертвой точки по заказу все той же Американ Табака, запустив серию рекламных материалов, рассказывающих, что сигареты – отличный способ похудеть. В 1920-е в Америке царила мода на стройность, и женщины были озабочены тем, как сбросить вес. «Тянись к лаке, а не к сладостям», – гласил один из слоганов «Сигарет Лаки Страйк». Помимо прямой рекламы, Бернейс оплачивал появление в журналах вроде бы просветительских материалов, в которых врачи рассказывали о том, какой вред наносит нашему организму сахар. Параллельно Бернейс продавал журналам классные фотографии худых моделей для того, чтобы поддерживать тренд на увлечение худобой. Производители конфет и шоколада протестовали против утверждений о том, что сахар страшно вреден, и обвиняли табачников во лжи. Бернейс не пытался затыкать им рты, наоборот. Он всячески приветствовал подобные споры, понимая, что они привлекают внимание к сигаретам и усиливают эмоциональный накал вокруг этой темы, что крайне важно. Благодаря подобным усилиям в этой и других рекламных кампаниях Бернейса ему удалось стереть разницу между рекламой и новостным поводом. И этот прием – сделать рекламу менее рекламной, а вместо этого привязать ее к тому, что реально волнует людей, или даже создать эти поводы для волнения, этот прием оказался невероятно эффективным. В истории с промотированием женского курения Бернейс сыграл на реально существующем и нарастающем в обществе напряжением, связанном с недопредставленностью женщин во всех сферах жизни и отсутствием у них многих важных прав. Он грамотно разыграл эту карту, сделав сигареты символом справедливой и обоснованной борьбы. Точно так же, как до этого он связал сигареты со стройностью и привлекательностью. Бернейс производил события, которые обывателям казались случайными, и эти события модифицировали поведение обывателей в соответствии с желанием клиента, который заказывал Бернейсу компанию. Как позже написал биограф Бернейса Лерри Тай, он создавал события, события создавали новости, а новости создавали спрос на то, что Бернейс в тот момент хотел продать. Кстати, сам факт, что Лерри Тай взялся за биографию Бернейса, уже указывает на важность и влияние этого человека. Тай – известный американский биограф, создавший жизнеописание таких известных личностей, как, например, Роберт Кеннеди или Джозеф Раймонд Маккарти, создатель и идеолог маккартизма. Лерри Тай был хорошим биографом и очень четко описывал самые важные моменты касательно своих героев. Вот еще одна его цитата про Бернейса. Его нанимали для того, чтобы продавать товары и услуги. Он продавал совершенно новые способы поведения, которые поначалу казались непонятными, но со временем приносили огромную прибыль его клиентам и переопределяли самую суть американской жизни. И это было поистине так. Например, именно Бернейс создал тот самый американский завтрак, который мы все сто раз видели в фильмах и который четко ассоциируется у нас с Америкой. Вот это вот убийственное для сосудов и губительное для талии сочетание яиц, жареного бекона, картофельных пафов и оладий с маслом или кленовым сиропом. Но правда в том, что до 1920-х большинство американцев в городах завтракали совсем иначе. Переехав в города с ферм, где требовался физический труд и плотный завтрак действительно был оправдан, новые городские жители перед уходом на работу выпивали разве что чашку кофе, закусывая ее булочкой. Столько калорий, сколько давал плотный фермерский завтрак им было не нужно, да и мода на стройность, о которой мы уже говорили, не способствовала плотной еде с утра. Более того, с насыщенным фермерским завтраком стали связывать проблемы с пищеварением, расстройство, несварение желудка и так далее. Эта ситуация категорически не нравилась производителям бекона, продажи которых неуклонно снижались. И один из крупнейших производителей, компания Beach Nut Packing Company, обратилась за помощью к Бернейсу. Тот взялся за дело со свойственным ему масштабным подходом. Первым делом компания Бернейса провела исследования, которые подтвердили, что большинство американцев в городах предпочитают легкий завтрак. Затем Бернейс нашел нью-йоркского доктора, который считал, что сытный завтрак намного полезнее для здоровья, потому что тело за ночь теряет много калорий, и значит с утра организм особенно в них нуждается. Бернейс убедил этого врача написать 5000 других врачей письмо с его соображениями о том, что тело теряет энергию ночью, и с вопросом, согласны ли они с тем, что сытный завтрак был бы лучшим способом восстановиться. Как именно Бернейс убеждал доктора, мы не знаем. Сам он утверждал, что доктор сделал это совершенно забесплатно. Можно предположить, что такой человек, как Бернейс, который действительно хорошо разбирался в мотивах человеческих действий, действительно мог убедить доктора. Но, может быть, Бернейс говорит нам не всю правду, тем более, что проверить его слова теперь уже никак невозможно. Как бы то ни было, 4500 врачей, получивших письмо, подписали его, подтвердив, что да, они тоже согласны с этой идеей про плотный завтрак. Бернейс разослал результаты этого опроса в газеты по всей стране под видом как бы исследования, и в итоге все они вышли с различными вариациями одного и того же заголовка. 4500 врачей призывают американцев употреблять плотные завтраки для улучшения здоровья. И во многих статьях очень, кстати, отмечалось, что сложно найти что-то более сытное, чем бекон и яйца. Очевидно, это было в информации, разосланный Бернейсом. И, разумеется, Бернейс не просил журналистов писать про бекон. Он был уверен, что очень многие из них сами выберут этот кусок для своих текстов, потому что это что-то практическое, что публика особенно любит. И к тому же это практическое не нужно нигде специально искать. Вот оно в тексте, который разослал Бернейс. В итоге идея, что бекон и яйца особенно полезны есть сразу после пробуждения, укоренилась в США и с тех пор передается из поколения в поколение, став частью американской культуры. Еще бы, 4500 врачей считают, что это правильно. Что может быть убедительнее? Надо ли говорить, что продажи бекона после этой кампании начали стремительно расти. То есть, вместо того, чтобы продавать американцам бекон, Бернейс подарил им новую идею о здоровье, ставшую частью их картины мира и даже их идентичности. И бекон после этого они покупали совершенно самостоятельно, уверенные, что улучшают свое здоровье. Но бекон и новая концепция американского завтрака или вовлечение женщин в курение под соусом продвижения равных гендерных прав – это еще цветочки. Компании Бернейса приводили и к более значительным последствиям, в том числе политическим и сопряженным с человеческими жертвами. Например, во многом благодаря его работе было свергнуто демократически избранное правительство Гватемалы. Вот это поворот! Но прежде чем мы узнаем, как пиарщику удалось свергнуть правительство, хочу традиционно призвать вас поставить лайк этому видео, если вы этого еще не сделали и, конечно, вам это видео нравится, ставить лайки другим моим видео, подписываться на мой канал, для того, чтобы не пропускать выход новых роликов, писать что-нибудь в комментариях и, конечно, подписываться на меня на платформах Патреон и Бусти. На Патреоне вы можете донатить в евро, на Бусти в рублях, и ваша финансовая поддержка очень важна для моего независимого канала. Итак, как же вышло, что Бернейс, которого, в принципе, интересовали только деньги, оказался замешан в политической борьбе? Компания United Fruit Company, нынче она называется Chiquita Brands International, и вы все, конечно, ее знаете по бананам с характерной наклейкой, наняла Бернейса в начале 1940-х годов с целью продвижения продаж бананов в США. Бернейс делал это уже хорошо знакомым нам способом, привлекая врачей, которые рассказывали о том, что бананы полезны для здоровья, а также обеспечивая как будто случайные фотографии знаменитостей с бананами в руках. Кроме того, Бернейс уверил руководству United Fruit Company, что для лучших продаж нужно создать позитивный образ страны-производителя бананов, и для этой цели создал нечто вроде информационного агентства под названием Middle America Information Bureau, которое предоставляло информацию о Гватемале журналистам и ученым. К 1950 году годовая прибыль United Fruit Company составляла 65 миллионов долларов США, что в два раза превышало государственные доходы Гватемалы. Компания была крупнейшим землевладельцем в Гватемале и практически полностью владела Пуэрто Баррисом, единственным портом Гватемалы на Атлантическом океане, что позволяло компании получать прибыль от товара оборота через порт. При диктаторе Хорха, Убико и Кастаньеда дела у United Fruit Company в Гватемале шли прекрасно. Но в 1944 году случилась беда. Из-за накопившегося недовольства в стране случилась революция. Убико был вынужден бежать из страны, и вместо него на демократических выборах был избран Хуан Аревалу. Его избрание стало первым случаем, когда в Центральной Америке президент был избран на честных выборах, а не после переворота или еще каким-нибудь не слишком демократическим путем. Аревала начал проводить в Гватемале прогрессивные реформы, причем не чисто социалистические, как было принято в Латинской Америке, а вполне себе в духе капитализма. В 1951 году он ушел с поста президента, и его место занял опять же выбранный на демократических выборах Хакоба Арбенс Гусман. Он продолжил реформы своего предшественника и особенно активно занялся освобождением Гватемалы от чрезмерного влияния США, которые контролировали различные отрасли экономики страны прежде всего через крупные компании, вроде United Fruit Company, а заодно нещадно эксплуатировали местное население. Правительство Арбенса, как и правительство Аревалы до него, небезосновательно считало United Fruit Company препятствием для прогресса страны. Это впечатление усиливалось дискриминационной политикой компании в отношении коренного населения. Так как United Fruit Company была гигантской компанией, реформы Аревала затронули ее сильнее других крупных компаний в стране. Проблемы компании усугубились после того, как правительство Арбенса, руководствуясь новопринятым декретом, начало национализировать земли, принадлежащие United Fruit Company, большая часть которых никак не использовалась. Из-за растущего напряжения компания закрыла Middle American Information Bureau, но Бернейс остался работать в компании. По слухам, его ежегодный гонорар в нынешнем эквиваленте составлял около 1,23 миллиона долларов США. Более того, United Fruit Company поручила ему что-то сделать со сложившейся ситуацией. И Бернейс сделал. Как обычно, работал он с размахом. Вместо того, чтобы продвигать идею, как обижают гигантскую и богатейшую компанию, которая много лет получала с нищей Гватемалы сверхдоходы, Бернейс развернул компанию по осуждению экспроприации земель. Как водится, сначала он заручился поддержкой ученых. Бернейс заказал аналитический отчет у фирмы, известной своей враждебностью к социальным реформам. Отчет на 235 страниц был крайне критичен к правительству Гватемалы. Позже историки писали, что он был полон преувеличений, клеветнических описаний и странных исторических теорий. Но, тем не менее, этот отчет серьезно повлиял на членов Американского Конгресса, которые его читали. Но отчет читали не только в Конгрессе, но и в редакциях всевозможных американских СМИ. Разумеется, Бернейс позаботился о том, чтобы отчет к ним попал. Такие гранды, как The New York Times, The New York Herald Tribune, Time Newsweek и Atlantic Monthly вышли со статьями, описывавшими угрозу коммунизма в Гватемале. Каждую неделю Бернейс публиковал отчет о Гватемале и отправлял его 250 журналистам, многие из которых, как и в предыдущей компании Бернейса, использовали этот бюллетень как источник информации. В январе 1952 года Бернейс привез группу журналистов из различных известных газет на экскурсию по Гватемале. Экскурсия, разумеется, спонсировалась United Fruit Company. Этот метод оказался очень эффективным и дал много новых статей с критикой коммунистического правительства Гватемалы. Так что Бернейс свозил представителей американской прессы на экскурсии за счет United Fruit Company еще четыре раза. В целом компания потратила более полумиллиона американских долларов, чтобы убедить законодателей и американскую публику в необходимости свержения правительства Гватемалы, которое несет коммунистическую угрозу. В июне 1954 года ЦРУ осуществило государственный переворот под кодовым названием «Операция PB Success». Во время самого переворота Бернейс был основным поставщиком информации для международных новостных агентств. Под натиском войск Арбинс подал в отставку, передав свои полномочия командующему вооруженными силами страны Энрике Диосу. Но его вскоре свергли проамериканско настроенные военные. И после этого президентом стал полковник Кастильо Армос, установивший в стране военную диктатуру. Разумеется, пиар-компания Бернейса была не единственным источником информации, побудившим ЦРУ организовать и провести переворот. Например, брат Алана Даллеса, Джон Фостер Даллес, до того, как стать госсекретарем США, представлял интересы United Fruit Company как юрист. А бывший CEO United Fruit Company, Томас Дадли Кэббет, занимал пост директора по вопросам международной безопасности в Госдепартаменте США. Его брат Джон Мур Кэббет был секретарем по вопросам межамериканских отношений в течение большей части планирования переворота в 1953 и 1954 годах. Так что интересов тут было много, но влияние компании Бернейса, особенно на общественное мнение и демократическую оппозицию, признают все историки. И не только историки. Мощь описанного Бернейсом подхода, что для успешного продвижения чего-либо нужно воздействовать на восприятие людей так, чтобы они сами захотели этот товар, идею или концепцию, ценили многие люди, успешно занимавшиеся пропагандой. Например, Йозеф Геббельс, который использовал идеи, изложенные в книге еврея Бернейса «Кристаллизация общественного мнения» для разработки антисемитской нацистской кампании в 1930-е. В своей автобиографии Бернейс писал «Это потрясло меня, но я осознавал, что любое человеческое действие может быть направлено на благо общества или же искажено в антиобщественных целях». При этом самого Бернейса трудно назвать законченным злодеем. Да, он никогда не скрывал, чем занимается, и подробно описывал используемые приемы в своих книгах. До тех пор, пока за работу ему хорошо платили, а ему платили очень хорошо, он не был щепетилен в выборе клиентов. При этом Бернейс совершенно бесплатно организовывал благотворительные общественные кампании, например, для сбора денег в пользу Национального общества рассеянного склероза, Еврейского общества психического здоровья, Нью-Йоркской больницы для женщин и детей и многих других. Возможно, он делал это из лучших побуждений. Возможно, для того, чтобы повысить свою известность, а значит и ценник для коммерческих заказчиков. Но, скорее всего, он руководствовался обоими этими соображениями. Бернейс был очень успешен и очень тщеславен. Он называл своих секретарш маленькими глупышками и по-снопски избегал общения с коллегами. Коллеги отвечали ему тем же, но, как бы так сказать, с некоторым надрывом. Специалист по истории пиар Скотт Катлиб в своей книге «Невидимая сила. Паблик релэйшнс» рассказывает о группе пиарщиков 1930-х, которые установили правила для своих встреч. Никому не разрешалось упоминать имя Эдварда Бернейса. Если это происходило, виновник должен был заплатить штраф в 25 центов. В конце года на эти деньги все участники встреч шли в бар. Впрочем, хотя Бернейс и был гением рекламы и пропаганды, придумал множество эффективных приемов и описал многие свои практики в книгах, он не был первым, кто планомерно пытался манипулировать настроениями и убеждениями людей в обществе в угоду тем или иным целям. В начале своей карьеры, после того, как он поработал редактором медицинского издания и пресс-агентом различных театральных деятелей, в частности, это именно Бернейс сделал Карруза и, например, Нижинского известными среди американской публики. Так вот, в начале своей карьеры Бернейс получил приглашение поработать в организации, которая тоже массово влияла на умы. Это случилось в 1917 году, когда США вступили в Первую мировую войну. Тогда Бернейса пригласили поработать в свежеучрежденный Комитет общественной информации. Агентство, созданное в Америке для того, чтобы стимулировать американцев, вообще-то не горевших желанием ввязываться в войну, так и поддержать решение правительства. Комитет просуществовал всего два года, но за это время успел сделать очень многое. Пропаганда, целью которой было изменить отношение американцев к войне, велась по самым различным направлениям. Это и листовки, и плакаты, и кампания под условным названием «Мужчины четырех минут». Четыре минуты – столько нужно было, чтобы поменять пленку и зарядить новый фильм в кинотеатрах. И именно в эту четырехминутную паузу мужчины выступали с речами в защиту решения Америки вступить в войну и против Германии. Впрочем, выступали они не только в кинотеатрах. Церкви, рестораны, городские собрания. 75 тысяч волонтеров, прошедших тренинги по публичным выступлениям, рассказывали о том, как важно для Америки участие в войне. Комитет общественной информации производил и фильмы. Например, такие шедевры, как «Гунские когти», «Прусская дворняшка» и «Кайзер. Чудовище Берлина». Разумеется, немцы в этих фильмах представлялись исключительно чудовищами и монстрами. Комитет также скармливал газетам новостные поводы, которые нередко были преувеличенными, либо полностью фальшивыми. Но благодаря тому, что пресса в США сохраняла независимость от правительства, несколько раз комитет на подобных вещах ловили. Считается, что работа комитета была успешной и помогла изменить отношение американцев к участию в Первой мировой войне. После подписания перемирия комитет был распущен, а вся его деятельность свернута, что само по себе примечательно и требует отдельных исследований, потому что куда чаще подобные структуры сохраняются и только набирают мощь со временем. Как бы то ни было, именно за два неполных года работы в комитете у Бернейса созрела и окончательно оформилась идея о том, что можно очень успешно продавать людям самые разные сущности – товары, идеи, настроения, концепции, если правильно подойти к управлению общественным мнением. Первые шаги на этом поприще Бернейс сделал и до работы в комитете, например, продвигая американской публике карузу. Но комитет показал великому манипулятору, что можно замахиваться и на куда более глобальные цели. Что он и делал. А вслед за ним и другие пропагандисты, начиная от Геббельса и заканчивая безымянными специалистами, продвигающими коммерческие товары и политические идеи. Может сложиться впечатление, что мы живем в мире сплошной конспирологии. Никаких реальных общественных запросов не существует. Все идеи придумываются какими-то группами влияния и продаются обывателям так, что они принимают их за свои. Мы все лишь марионетки в чьих-то руках. Разумеется, это не так. Тот же Бернейс в своих компаниях чаще всего ориентировался на какие-то реально существующие в обществе потребности и лишь обыгрывал их нужным образом для продвижения того, что он в этот момент продавал. Так было, например, с факелами свободы. Феминистское движение реально существовало. Женщины действительно боролись за свои права. В обществе зрело напряжение из-за гендерного перекоса. Бернейс просто ловко сыграл на этом и повысил продажи сигарет. Но заодно его акция и подстегнула феминистскую активность. Свержение гватемальского правительства было бы невозможно, не существуй у США реально серьезных опасений по поводу коммунистической угрозы. И заодно не существуй у американских чиновников столь явного коррупционного интереса сохранить United Fruit Company. То есть тут Бернейс опять использовал существующие трения. Так что нет, реальные запросы и grass roots движения существуют. Но да, существуют и заинтересованные группы, которые будут пытаться использовать эти движения в своих интересах. И благодаря Бернейсу и многим другим, сегодня технологии делать это впечатляют своим масштабом и эффективностью. На вопрос «И что же делать?» ответ один. Чаще включать свою префронтальную кору, медленную и энергоемкую зону мозга, которая отвечает задумание. Анализировать происходящее, а не бросаться делать то, что вызывает наибольший эмоциональный отклик. Да, мы сконструированы реагировать на то, что вызывает у нас сильные эмоции, но мир давно устроен сложнее, чем он был устроен в пещерах, когда подобные реакции были оправданными. И реагировать на сложные сигналы сложного современного мира, так же, как на простые и очевидные сигналы мира пещер, значит добровольно отдавать себя в руки тех, кто манипулирует нами. Причем мы не знаем не только их имен, но зачастую и их целей. На этом все. Всем хорошего дня. Пока.